на разработку методов ведения войн культурным сотрудничеством. Сейчас то, что многие политики называют мировое правительство, силы Запада, как Жириновский, мировое, закулисье, это и есть. И сейчас, начиная со времен Древнего Египта, вот эта мафия, которая управляет процессами на планете Земля, она мигрировала, и сейчас ее основная штаб-квартира — это Швейцария. Кстати, вот информация к размышлению. Многие зрители наверняка смотрели фильм «17 мгновений весны» про Штирлиц. Если там помните, вот вся Европа полыхала в пожарах войны, а доктор Плешнер кормил лебедей в Женевском озере. И спрашивается, если фюрер был такой лихой и малый, то почему бы ему не взять и не грабануть швейцарские банки? Там же ведь деньги, золото лежало, а Гитлер туда не пошел. То есть Швейцария была неприкосновенной. Почему? Да потому что Гитлер прекрасно понимал, что в Швейцарии находятся его хозяева. И весь победный марш Гитлера по Европе был ничем иным, как сдача ему под единое руководство всего людского промышленного и военного потенциала Европы для броска на СССР. А зачем? А дело в том, что осуществляя вот эту самую глобализацию, вот эти глобализаторы, они подвели человечество к глобальному системному кризису. И существование этого кризиса также признают все ученые. То есть вы сами многие знаете о том, что кризис экологический, его все знают, кризис экономический, кризис кредитно-финансовой системы, кризис военный. Вот куда ни кинь, везде клин. Проблемы, значит, на Земле тут и там. Более того, я могу подтвердить, что вот причина существования этого кризиса, они обнажились на конференции в Йоханнесбурге. Что это за конференция? В августе 2002 года собрались на вторую конференцию руководители, либо первые лица, либо вторые лица всех глав государств планеты Земля. И речь шла о том, а что же делать, вот как жить вместе всем странам и народам на нашей планете. Первая такая конференция была в Рио-де-Жанейре в 1992 году. От нашей страны тогда ее представлял нашу Россию Рудской, а в Йоханнесбурге Касьянов представлял. И вот эти главы государств на первой и на второй конференции решали вопросы, как жить между собой. И что примечательно, собравшись первый раз и выдвинув задачи сохранения экологии планеты, может быть кто-то слышал так называемый Киотский протокол сохранения экологии, через 10 лет собравшись в Йоханнесбурге, было признано, что положение не только не улучшилось, но и ухудшилось. Вот все, что я сейчас скажу, это можно посмотреть, в частности, журнал «Эксперт» номер 37 от 2 сентября 2002 года. Вот те цифры, которые сейчас я назову, они там приведены. Это элитарный такой журнал для элиты. Там говорится, описывая ситуацию в Йоханнесбурге, что 15% населения планеты, это так называемые благополучные страны Европы и Соединенные Штаты Америки, они потребляют, вот эти 15%, потребляют 75% всех ресурсов, добываемых человечеством на планете. А оставшиеся 85% им достается, наоборот, вот эти все остатки от 25%. Значит, это неблагополучные страны Европы. И что самое главное, вот в этом журнале можно прочитать, там это называется «Третья сила», там признается существование так называемой «Третьей силы», которая поставила фактически на конференции в Йоханнесбурге ультиматум всему человечеству. Если благополучные страны, они ставят задачу сохранения экологии, там чистая вода, чистый воздух, то руководители бедных стран, а туда относимся и мы, они говорят, да нам бы не до этого, нам бы чего поесть, одеться, обуться, а вы тут, значит, про чистую воду и так далее. То есть конфликт возник. И вот эта третья сила проявилась в чем? Руководители транснациональных банков, транснациональных корпораций, они поставили ультиматум в виде того, что они сказали, а мы решим все ваши проблемы и богатых, и бедных, если вы передадите нам в безраздельное владение все инфраструктуры, обеспечивающие жизнедеятельность людей. Это, в первую очередь, касается энергетики планеты, воды, значит, сырьевой всей отрасли, вот добычи полезных, ускопаемых, значит, ну и остальных инфраструктур, обеспечивающих жизнь людей. Вот вам, так сказать, это вещественное доказательство, то, о чем говорят многие политики. То есть вот эта вот мировая мафия, или там, как ее, это руководители транснациональных банков и транснациональных корпораций. Их по... тоже источники эти есть. Где-то приблизительно 350 клановых финансовых семей мира владеют 50% богатств, накопленных всем человечеством. Ну, такие одиозные фамилии, наиболее, чтобы, так сказать, у вас было представление, это Ротшильды, Морганы, Оппенгеймеры, Лебы, Куны, Абрахамы и так далее. Тоже фамилии их известны. Значит, они хозяева вот этих банков, в том числе и в Швейцарии. И вот представьте, на одной ладони 6 миллиардов на земле живет, а на другой, ну, пусть их с родственниками, домочадцами, там, 6 тысяч. А весы, с точки зрения материального благополучия, в равновесном состоянии. Вот и вся сказка про белого бычка, про общечеловеческие ценности, гуманистические идеалы и прочий словесный блуд, с помощью которого нас с вами охмуряют. На самом деле мы как жили, так и живем в глобальной невольничьей цивилизации. Но вот этих глобализаторов, у них возникли проблемы. Возникли они давно, и, кстати, эти проблемы явились основанием для и Первой мировой войны, и Второй, в частности, говоря о возникновении Гитлера. Дело в том, что сейчас тоже произнаются такие три глобальные проблемы. Первое. Это они считают, подчеркиваю, они считают, что людей на земле развелось слишком много, 6 миллиардов. Они считают, что земля может выдержать 2, максимум 3 миллиарда человек. Это так называемая теория золотого миллиарда. То есть, вот один золотой миллиард, это бога избранный, у них все есть, они живут, разлюли малина. Значит, второй миллиард, это обслуживающие, то есть, вот этих богоизбранных, и допускается существование так называемого вспомогательного миллиарда, вспомогательного населения, это вот типа нас, навозных червей, которые там на своих дачных участках рыхлят землю под будущей плантацией. А остальные люди, 3 миллиарда, это избыточное население. Вот, представьте, термин, избыточные люди. И эти избыточные люди по планам должны сами передохнуть. То есть, вот голод, СПИД, болезни, наркотики, там, алкоголь, а мы тут ни при чем, они же сами умирают. Вторая проблема, это сырье. Земля круглая, они квадратные, за углом уже ничего не найдешь, все разведано. Поэтому все, что разведано и все, что осталось, надо взять под свой контроль. Мы уже в начале вот встречи телевизионной говорили о том, что в России все есть. А смотрите, не будем сейчас обшаривать всю землю, возьмем, ну, очевидный факт. Вот благополучная Европа, которой завидуют особенно молодые люди, там, Франция, Германия, как они там живут, там хорошо. А ведь в благополучной Европе нет ни газа, ни нефти, ни золота, ни серебра, ни алюминия. Там даже по большому счету леса нет, там есть парки. Но они живут там хорошо, а вот у нас, у которых есть и газ, и лес, и нефть, и золото, и уголь, там, и алюминий, и медь, и цинк, все. А мы живем вот так. Почему? Да нас просто как лохов грабят, а основная масса людей даже не пытается разобраться, как это же так вот, вот так получается, что в стране, где все есть, мы живем вот так, а там, где ничего нет, они живут хорошо.